Следующая программа предназначена для зрителей любого возраста. Сезон только стартовал, и уже двое погибших. Смертельные поездки мотоциклистов по Нижегородским улицам продолжают пополнять печальную статистику. Всех, кто видел или что-то знает, просьба откликнуться. В Нижнем Новгороде ищут свидетелей трагического ДТП на улице Янки Купалы. Из-под его кистей вышло большинство звезд мирового шоу-бизнеса. Никас Сафронов презентовал в Нижнем Новгороде выставку своих работ. В 40 дней Великого Поста подходит к концу. Как не навредить себе за праздничным столом после длительной диеты? А также в Нижний Новгород хочется возвращаться, но дороги оставляют желать лучшего. Известные радиоведущие Стилавин и Вахидов побывали в нашем городе. Об этих и других событиях пятницы расскажу в ближайшие минуты. Вы смотрите службу новостей «Город». Меня зовут Дмитрий Сорокин. Здравствуйте. Итак, с потеплением в Нижнем Новгороде открылся мото-сезон. Любители погонять с ветерком пересели на свои байки и тут же начались трагедии. Двое погибли в пятницу на улице Родионова. Там мотоциклист на полном ходу врезался в иномарку. Пока это предварительная версия. Все подробности у Евгения Ивановой. Шансов выжить у мотоциклиста и его спутника практически не было. Об этом говорят травмы, полученные при столкновении. Врачи скорой помощи, приехавшие на место аварии, констатировали мгновенную смерть. За рулем иномарки, в которую влетел мотоцикл, была женщина. По словам автоледи, она сначала даже не поняла, что произошло. А когда водитель вышла из машины, помогать было уже некому. Я их вообще не видела. Я разворачивалась с противоположной стороны. Они ехали на бешеную скорость оттуда. Свидетелей очень много. У меня шок. Я ничего не видела. Я только слышала удар. Все. Слова женщины подтверждают и очевидцы ДТП. По их мнению, в аварии виноват молодой человек, управлявший байком. По предварительным данным, в пятницу днем мотоциклист на приличной скорости ехал по улице Родионова в сторону площади Синой. Навстречу ему двигался внедорожник, который на перекрестке начал поворачивать. Горел уже зеленый свет для пешеходов. И вдруг на скорости по 200 примерно вылетает байк. В результате данных ДТП водитель мотоцикла, предварительно это молодой человек, 1992 года рождения, и его пассажир, 1965 года рождения, мужчина, погребили на место происшествия. В настоящее время проводится доследственная проверка и решается вопрос возбуждения уголовного дела. А к месту ДТП начали подъезжать другие байкеры. По их негласному правилу, мотоциклисты стараются не оставлять друг друга в беде. Правда, в этот раз они уже ничем не могли помочь своим единомышленникам. Евгений Иванова, Максим Жалыбин, Служба новостей, Город. Еще об одной трагедии. В автозаводском районе на улице Янки Купалы под колесами иномарки оказались двое пожилых нижегородцев. По предварительной версии, они переходили дорогу по пешеходному переходу, но это не смутило автомобилиста. Он сбил пешеходов и скрылся. 50-летний мужчина скончался от полученных травм. Случилось это 14 апреля, а сейчас сын погибшего решил восстановить справедливость и разыскать того водителя. Репортаж Анастасии Данниковой. Ну и все, теперь нету сына. Ой, господи. Не стало сразу сына, отца и мужа. Дом опустел. Роману Любезнову было всего 50. Он надеялся дожить до свадьбы сыновей и понянчить внуков. А в тот роковой вечер, сидя в гостях у мамы, он неожиданно вспомнил всех, у кого слишком рано и нелепо оборвалась жизнь. Он почему-то все вспоминал, вот своих этих, которые умерли у него, ребята, одноклассники все. Вот он так жалел, говорит, вот как, говорит, так все получается. Ну вот, весь вечер он говорил. Говорил много, словно чувствовал. Через 15 минут, около 10 вечера, он сам оказался под колесами BMW X5. Его жена, которая была рядом и шла следом, чудом осталась жива. Она отделалась ушибами и синяками. Я даже видела эту вот машину, близкую идущую, она меня толкнула, я упала. И вижу, только мой муж летит, его развернула. Уже увидела вот эту лужу крови наполняется во всю дорогу. Ну вот, сантиметра 60, наверное, в окружности. Как говорят свидетели, мужчину отбросило от пешеходного перехода примерно на 6 метров. И удар был такой силы, будто столкнулись два автомобиля. Услышала, значит, виск. Не то, что тормозов, а просто ехала машина, но слышно, что скорость. Потом тупой удар. На восьмом этаже это я услышала. Там вот лежал мужчина. Ну, с высоты, конечно, видно плохо. Но я сразу вижу, что ведь мужчина или молодой человек, и над ним кто-то женщина, видимо. Лужи крови. Из лужи крови медики вынесли Романа Любезного на носилках. Больница как раз напротив места ДТП. А сотрудники госавтоинспекции зафиксировали происшествие уже через несколько минут. Было зарегистрировано ДТП, в котором пострадал пешеход. В результате наезда на пешехода он был доставлен в больницу, где впоследствии скончался. Водитель не скрылся с места происшествия. Но, по словам родственников, уверяет. Роман Любезнов не переходил, а перебегал дорогу в неположенном месте и был не трезв. Доктор вышел, сказал, что отец в тяжелом состоянии, находится в реанимации, у него ушиб головного мозга сильный, соответственно, и перелом черепа. Свидел, стоял здесь автомобиль BMW X5 светлого цвета, на котором был треснут бампер, соответственно, и не было бокового стекла. Сейчас сын погибшего Дмитрий Любезнов разыскивает тех, кто проходил или проезжал 14 апреля около 10 вечера по улице Янки Купалы. В интернете уже несколько тысяч репостов. Связаться с ним вы можете по телефону 8950-6173-515. Пожалуйста, помогите найти свидетелей, потому что сейчас все дело упирается на свидетели, чтобы нам доказать, что это было на пешеходном переходе, что скорость была превышена. Судя по повреждениям автомобиля, все-таки X5 бампер треснуть, это надо постараться ударить, соответственно. Надеюсь, что каждый из вас поможет нам разобраться в этом деле. Анастасия Данникова, Максим Жалыбин, служба новостей город. О других новостях в Пасху желающие погулять по центру города смогут сделать это только пешком. Подробнее об этом и не только расскажет Юлия Карабасова в рубрике «Короткой строкой». На Пасху в Нижнем Новгороде изменится движение. В связи с проведением пасхального крестного хода 20 апреля с 14.00 до 17.30 будет закрыто движение в центре города. Перекроет площадь Минина и Пожарского на участке от улицы Варварской до Зеленского съезда, улицу Октябрьскую от Большой Покровской до Зеленского съезда, а также сам Зеленский съезд, улицу Рождественскую, Благовещенскую площадь и Похвалинский съезд. Кроме того, в этот день дополнительные автобусы пустят до городских кладбищ, а светофоры в пасхальную ночь у церквей будут работать в дневном режиме. Канавинский район к осени освободят от киосков. Такое поручение дал глава городской администрации Олег Кондрашов. До 1 сентября с территории района должны убрать все самовольно установленные торговые точки. Сейчас в Канавино их находится больше 500, и только 208 имеют разрешение на это. За последние 4 месяца с территории района вывезено 45 самовольных объектов. Миграционный патруль провел рейд в Московском районе. В первую очередь сотрудники миграционной службы, полицейские и члены дружины содействия правопорядку проверили строительную площадку в микрорайоне Бурнаковский. 11 работников граждан других государств задержали. У них не было необходимых документов. Также миграционный патруль отправился в две квартиры, на которые жаловались местные жители. Правда, попасть удалось только в одном – в трех комнатах находились спальные места для 14 человек. Стали известны подробности того, как в Нижнем Новгороде будут праздновать День Победы. Начнется праздник по традиции с парада на площади Минина и Пожарского. На улице Рождественской почтят память всех участников войны, кто до этого дня не дожил. Здесь пройдет акция «Бессмертный полк». В парке Победы нижегородцы увидят реконструкцию боя. Вечером по традиции жителей и гостей города ждет праздничный концерт. В этом году выступит певица Людмила Рюмина, а также Зара и актер Дмитрий Певцов. Завершится День Победы праздничным салютом под музыку. И это были все новости короткой строкой за пятницу, 18 апреля. Нижний Новгород посетили звездные радиоведущие Сергей Стилавин и Рустам Вахидов. Они протестировали новые автомобили, а заодно оценили наши дороги. В столице Приволжья гости прожили 4 дня и успели составить свое мнение о городе. Стилавин и Вахидов признались, что Нижний Новгород – красивый русский город, в который хочется приезжать. Радиоведущие успели оценить не только наши гостиницы, но и приветливых нижегородцев, местную кухню и архитектуру города. Появились у шоуменов и любимые места. Мы попали на набережную Феодоровского, и вот этот вид, который открывается оттуда на город, на стрелку, ну фантастика просто. И вот в этот момент у тебя появляется ощущение именно города. Потому что когда ты путешествуешь на автомобиле или пешком по старому центру, ну правда, ты не можешь понять, в каком ты сейчас находишься, в 50-х или 60-х, в начале века. А здесь просто целостная картинка, и она правда, она вдохновляет, она впечатляет. Обсудить красоты и проблемы Нижнего Новгорода шоумены успели с главой администрации города. Олег Кондрашов стал гостем утренней радиопрограммы. А приезжим ведущим было, что посоветовать нашему городоначальнику. Например, как сделать из Нижнего достойного конкурента Санкт-Петербургу. Ну я хотел бы, чтобы Нижний стал тем городом, куда, во-первых, быстрее можно доехать, да, а во-вторых, здесь тоже очень-очень интересно. Вот сделать центр города таким же, как Рождественская улица, ну не таким может быть вылизанным настолько, но хотя бы без вот, ну, без того, что называется разрухой, да. И это действительно будет прекрасный русский туристический город. Сейчас небольшая реклама, она пройдет быстро, не переключайтесь, и вот о чем пойдет речь дальше. 40 дней Великого Поста подходит к концу. Как не навредить себе за праздничным столом после длительной диеты? Из-под его кистей вышло большинство звезд мирового шоу-бизнеса. Никас Сафронов презентовал в Нижнем Новгороде выставку своих работ. Торгово-развлекательный центр «Рио» совместно с первым городским телеканалом продолжает знакомить телезрителей с участниками фестиваля «Карнавал звезд Рио». Мария Комшилова и Дарья Матвеева – воспитанницы эстрадно-вокальной студии «Кнопочки». Маше 13 лет, но она уже победительница всероссийских и международных конкурсов. Мы вернулись с международного конкурса в городе Прага, где она заняла лауреата второй степени. Даша занимается вокалом чуть больше года. Как начинающий артист она уже покоряет сердца зрителей и жюри. Если и ты хочешь стать участником фестиваля «Карнавал звезд Рио», у тебя есть шанс. Приходи на кастинг 11 мая. Я напоминаю, вы смотрите службу новостей «Город». Решили не мелочиться и вынесли весь терминал электронных платежей преступники в одном из магазинов Дивеева. Краткий обзор криминальных событий у Оксаны Васильевой. Мы не хотим напугать, мы лишь рассказываем о том, что происходит вокруг. Это рубрика «Место происшествия». Нижегородские полицейские ведут поиск преступников, похитивших из магазина терминал электронных платежей. В селе Дивеева Нижегородской области двое злоумышленников вынесли его из супермаркета. Получилось это не с первой попытки, а само преступление зафиксировано на камеру видеонаблюдения. На записи видно, что сначала злоумышленники не смогли открыть дверь в магазин. Они исчезли из зоны видимости камеры, но затем вернулись. После второй попытки они были уже в магазине. В первую очередь решили попробовать вынести банкомат, но он был прикреплен к полу. А подходящих инструментов у неизвестных не оказалось. Потому решили забрать с собой терминал оплаты электронных платежей. Он не был подключен к электронной системе охраны. Кстати, все это время преступники старались укрываться от объективов камер наблюдения. Магазин же был без сигнализации, поэтому этим двоим удалось почти все задуманное и они скрылись. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело и ведется поиск похитителей. Если вам что-либо известно, просьба сообщить об этом по телефону 02. Даже если вы очень аккуратно управляете своей машиной, соблюдаете все правила дорожного движения, опасности все равно подстерегают повсюду. Так, например, с неприятными ситуациями столкнулись эти два водителя. Водитель Вазовской 14-й не мог и предположить, что в этот день ему придется заниматься не запланированными делами, а ремонтом своего колеса. Причем, скорее всего, полностью за свой счет. Судя по записи видеорегистратора, видно, что водитель белой лады Гранта даже не обратил внимания на последствия своего резкого маневра. Водитель 14-й наехал на люк и пробил колесом. Водитель лады Гранта продолжил свое движение. Кстати, владелец регистратора, записавшего всю эту ситуацию, так дело не оставил и продолжил движение за Грантой. По его описаниям, за рулем находилась девушка. А вот следующему нашему герою повезло чуть больше, если можно так сказать. Его движению помешала не машина, а то, что в ней находилось. Совсем неожиданно для владельца регистратора прямо перед ним из фуры в прямом смысле вывалилось нечто. Как пишет сам автолюбитель, если бы он ехал чуть ближе к фуре, то этот лист металла попал бы прямо на его машину. А водитель фуры, по его словам, ехал со скоростью примерно 70 км в час. После этого небольшого ЧП автолюбителю пришлось самостоятельно доставать лист металла из поддона своей машины. Из последствий только поцарапанная нижняя часть бампера. К другим темам завершается последняя и самая строгая неделя Великого Поста. Нижегородцы готовятся отпраздновать светлый праздник Пасхи. И сейчас самое время покупать продукты для праздничного стола. Куриные яйца и творог с прилавков магазинов сметают за несколько часов. Горячая пора сейчас и на хлебозаводах, там во всю пекут куличи. Однако врачи предостерегают нижегородцев. Выходить из поста нужно постепенно. И даже если вы не отказывались от некоторых продуктов, за пасхальным столом нужно соблюдать меру. Екатерина Вологина продолжит. Все яйца. Все. И белые, и темные. И даже перепелочку. И то красить. Перед Пасхой яйца раскупают сразу по несколько десятков. Запасаться этим продуктом нижегородцы стали уже за две недели до праздника. Думали, что цены ближе к воскресенью взлетят. Но сами продавцы удивляются. Стоимость яиц осталась прежней. От 29 до 68 рублей в зависимости от сорта. Перед тем, как яйца попадут на прилавок, их тщательно проверяют. А тех, кто празднику подготовился заранее, успокаивают. Яйца до Пасхи не испортятся. Их срок годности практически месяц. 25 дней. А зимой оно побольше идет и два месяца. У перепелочки месяц идет. После поста актуальным становится и творог. На рынке приходится заказывать дополнительные поставки. Творожные угощения разбирают с прилавков за несколько часов. В отличие от яиц, этот продукт подорожал почти на 100 рублей. Но покупатели сезонные повышения цен не останавливают. Срок хранения молочных продуктов небольшой. Поэтому пасхальные блюда, чтобы они не испортились, готовят накануне праздника. Тут натуральное масло. Это же не такое масло. Сметан тоже натуральное. А там творожный продукт. А это все уже свое, натуральное. Горячая пора сейчас и на хлебзаводе. Маленькие 100 граммовые и побольше. Всего планируют успечь больше 300 тысяч куличей. Удивляют и новым продуктом – куличом из творожного теста. Срок хранения таких угощений около недели, если держать их в упаковке. Поэтому магазины пасхальные угощения попадают за пару дней до праздника. Хорошо стало. Очень много. Сегодня хорошо продала. И вчера хорошо. Не знаю, как завтра будет. Великую субботу в храмах освещают куличи, яйца и Пасху. Есть праздничные угощения можно после ночной службы. Считается, что пост закончен. А чтобы богатый стол не испортил праздник, врачи рекомендуют во всем соблюдать меру. Есть не больше трех яиц в день и особенно осторожно быть с творожной Пасхой. Творожную Пасху со сметаной и добавлением изюма стоит есть не больше, чем одну столовую ложку в день. А тем, кто постился, врачи советуют начать с нежирного творога и запивать праздничное угощение теплым чаем. И ни в коем случае не переедать. У 10 куличей в день это прибавка массы тела гарантированная. Это не так тяжело для переваривания, как продукты жирные, такие как, например, Пасха или яйца с майонезом, которые все очень любят. Но все-таки неприятно, поскольку это приведет к прибавке массы тела. У некоторых еще и к повышению уровня глюкозы крови. После праздника тоже нужно быть внимательнее, обращать внимание не только на внешний вид продукта, но и на срок его годности. Екатерина Вологина, Алексей Соколов и Максим Жалыбин. Служба новостей. Город. Он рисовал певицу Мадонну, Олена Делона, Леонардо Ди Каприо и президент России Владимир Путина. В Нижнем Новгороде открылась выставка Никаса Сафронова. Звездный художник сам приехал, чтобы ее презентовать. Одну из первых экспозицию оценила Оксана Васильева. Опоздал на самолет, но прилетел. На открытии собственной выставки в Нижнем Новгороде Никаса Сафронов немного задержался. Признался, не попал на самолет из-за пробки. Полночи провел в аэропорту и все же добрался до нашего города. Здесь он был 4 года назад и обещал запечатлеть на своих полотнах нижегородские пейзажи. Он это сделал. Пейзажи были настолько вкусные, что их приобрели. А вообще очень красивый город с огромным населением, с своей харизмой. На выставках Никаса Сафронова, как правило, те картины, которые они приобрели. В Нижнем Новгороде можно увидеть различные пейзажи и разные страны. Живопись, графика, кубизм. И среди всего этого лицо Леонардо Ди Каприо, Николь Кидман, Роберта Де Ниро, королевы Англии, Елизаветы Второй. Никас Сафронов стал известен благодаря портретам знаменитости. Он рисовал Владимира Путина, премьера Медведева, голливудских звезд и российских артистов. Все они были изображены в необычном образе. Но на этой экспозиции картины этих не увидишь. Зато в необычном образе здесь изображены коты. Например, так Никас Сафронов видит женщину бальзаковского возраста. А так он изобразил самого себя. Я сейчас ищу как раз кошку. У меня были кошки. И всегда для меня это особая загадка. Как и женщина, так и кошка. Я хочу вот такого большого, жирного кота. Сейчас ищу Менкуна. Никас Сафронов известен картинами из серии Dream Vision. Это те образы, которые он увидел во сне. Благодаря этим картинам художник попал в Книгу рекордов Гиннеса. Выставка картин Никаса Сафронова в художественном музее будет работать до 18 мая. Оксана Васильева, Александр Батраков. Служба новостей город. Сейчас пришло время новостей интернета. Все самое интересное в обзоре социальных сетей. Нижегородец сделал оригинальное предложение руки и сердца своей возлюбленной. Он снял романтичный ролик, который его девушка не ожидала увидеть в кинотеатре перед фильмом. Можно увидеть все эмоции счастливицы. Ну а после парень и сам появился в кинозале. В Нижнем Новгороде выступила звезда Олимпиады в Сочи, юная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Лепницкая. Нижегородцы делятся снимками спортсменки в соцсетях. Московского вокзала в Нижнем Новгороде больше не существует. Пользователи сети заметили, что название вокзала заменили на железнодорожный. Было бы более логичным указать на здание название города, пишут нижегородцы. Ну что ж, ваш фото- и видеоотчет тоже может дополнить наш эфир, но для этого, выкладывая его в сеть, не забудьте поставить хэштег «НН1Городской». Сходить в кино, покататься на велосипеде или вдоволь поесть можно будет в эти выходные в Нижнем Новгороде. Ну а выбирать, конечно, вам. Отметить один из самых светлых праздников в году можно будет на рождественской стороне. Здесь для нижегородцев накроют 35-метровый стол с пасхальными угощениями. Их приготовят известные жители города. А центром праздника станет площадь Маркина. Здесь установят 15 полутораметровых пасхальных яиц, которые в течение месяца расписывали нижегородские художники. Начало праздника в 13 часов. 19 апреля в Нижнем Новгороде откроют велосезон. В 15 часов на площади Минина и Пожарского стартует велопробег. Поучаствовать приглашают всех желающих, независимо от типа велосипеда и уровня подготовки. А чтобы было веселее, предлагают всем приехать в необычных костюмах. Пробег завершится у катера Героев в 16.30. Для участников здесь проведут мастер-классы по технике езды на велосипеде. Как всегда, лучшие новинки кино в Сиде кинотеатров Cinema Park. В прокат выходит отечественная комедия с Сергеем Светлаковым «Скорый Москва-Россия». В одном поезде судьба сталкивает американскую актрису, страдающую аэрофобией. И парня, который стремится набрать миллион просмотров на Ютьюбе. Ровно через семь дней им нужно оказаться в Владивостоке. Но вот проблема. Отстали от поезда. Детям должна понравиться настоящая битва за орехи в анимации «Реальная белка». А любителям пощекотать нервы и посмеяться одновременно продолжение пародии на фильмы ужасов «Дом с паранормальными явлениями». И еще одна новинка. Триллер «Саботаж». Элитное подразделение из управления по борьбе с наркотиками в результате операции обогащается на миллионы долларов. А после этого кто-то по одному начинает их убирать. Любите подглядывать за звездами? Тогда вам в планетарий. Здесь вы сможете отправиться за волшебным шаром в космические дали. Посмотреть на звездное небо Нижнего, оценить полнокупольные программы. Первый на Марсе, рассвет космической эры, естественный отбор. Ну а дети будут рады встрече со звездными друзьями зайчонка Тафика. Приятных вам выходных. В преддверии Пасхи природа дарит нам ясную и теплую погоду. Сохранится ли она завтра, в субботу, сейчас расскажет Анастасия Клепнева. По народному календарю 19 апреля день Евтихия-Тихого. В этот день можно было узнать об урожае гороха. Если день выдался безветренным и тихим, то урожай будет богатым. В народе примечали, если в этот день будет холодный ветер, то также лето будет холодным и дождливым. Ну а если теплый, то жарко и засушливое. Ну а по прогнозам синоптиков, завтра днем в Нижнем Ногуре будет фьюз 15 градусов. Малооблачно. Ночью похолодает до плюс четырех. И у нас все на этом. Я напомню, что все материалы этого выпуска вы можете еще раз посмотреть на сайте Первого городского телеканала. Его адрес сейчас на ваших экранах. Но если вам есть чем дополнить наши выпуски, обязательно звоните к нам в редакцию по номеру 217-0171. В 8 часов вечера смотрите на нашем канале фильм «Законы доблести». Я же с вами на этом прощаюсь. Хорошего вам вечера и выходных. До встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok 20 апреля в Нижнем Новгороде днем плюс 16 градусов. Погода ясная. Ночью плюс 12. 21 апреля в Нижнем Новгороде днем плюс 17 градусов. Малооблачно. Ночью плюс 12 градусов.